Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас снова в паду и приветствую вас на своем канале. Хочу это видео начать вот с этой группы стритстайлеров, потому что здесь мы снова видим верхняя одежда на верхнюю одежду. Это очень редкий момент, когда мне удалось заснять не просто такую компоновку, потому что она часто бывает, но заснять не всегда удается, а такую компоновку именно на мужчине. Безусловно, это очень тонкий пуховик, либо очень тонкая пуховая жилетка, и поверх надета верхняя одежда, и такая компоновка, такой ансамбль позволяет иметь верхний слой верхней одежды открытым, точнее, точнее, не застегнутым. И вот этот стритстайлер поразил меня до глубины души. На самом деле все очень-очень красиво, я очень люблю дубленки. Если они у вас есть, носите с удовольствием, и это редкий случай, когда кожа плюс кожа смотрелись хорошо. Я же сегодня одета вот так, было достаточно прохладно, но не критично, как было в прошлый раз, когда я выезжала на съемку. И, ну, в общем-то, без комментариев, пальто Тедди желательно иметь расстегнутым так же всегда, потому что иначе оно, ну, очень и очень объемно, настолько объемно, что не позволяет вообще создать какой-то красивый силуэт. Сегодняшнее видео, это подборка снова, как я люблю говорить, очень спокойного стритстайла, очень носибельного стритстайла. И я, на самом деле, могу констатировать, что люди устали от зимы, люди, безусловно, ждут весну, потому что в ожидании Нового года, в ожидании Рождества, люди были одеты несколько иначе, хотя погода была примерно такой же. Теперь же я вижу все больше и больше некой фэшн-лени, которая присутствует у большего количества людей, и у меня, признаюсь тоже, я устала от зимы, хотя она в Италии совершенно другая, чем в том месте, где я родилась и выросла. Но все-таки несколько интересных вариантов вы обязательно увидите, как, например, вот этот. Я много раз уже показывала, вот такая тюлевая юбка, выглядывающая из-под шубы, либо из-под пальто, плюс брюки, именно плюс брюки, либо леггинсы, как в данном случае, это очень часто встречающийся вариант. Я не смогла отследить такие компоновки на витринах, я не знаю, где итальянки покупают подобные вещи, но совершенно точно они так носят. Дорогие зрительницы, дорогие модницы и модники, кто смотрит это видео, я хочу еще раз подчеркнуть и обратить ваше внимание, что итальянцы часто имеют верхнюю одежду расстегнутой. И это именно способ носить одежду, потому что те, кто хотят утеплиться, утепляются и расстегивают, оставляют верхнюю одежду расстегнутой. Те, кто не применяют такой способ носить одежду, те, в общем-то, и носят верхнюю одежду застегнутой. Поэтому, когда вы видите верхнюю одежду расстегнутой на моем стрит-стайле, имейте в виду, что в 9 случаях из 10 это именно стилистический прием. Это такой трюк, который позволяет нам выглядеть несколько иначе, для многих все-таки несколько более интересно. Это так же, как подворачивать брюки, так же, как подворачивать, либо поднимать рукава. И способ расстегивать верхнюю одежду, оставлять ее не застегнутой, это тоже стилистический прием. И раз зашла речь о таком стилистическом приеме, я расскажу вам, как его можно достичь, чтобы не замерзнуть. Прежде всего, кстати, где-то в одном из видео, точнее в комментариях прозвучало про то, что босоножки с колготками нравятся, но холодно. В одном из своих старых-старых видео я рассказывала, что я когда таким образом носила, сейчас практически не ношу, потому что мне нужна обувь на плоском ходу. Когда выезжаю в паду, я прежде всего снимаю работу, очень долго стою на ногах. Так вот, я надевала тонкие шерстяные носки и поверх плотные зачастую действительно шерстяные колготки. Единственное, что шерстяные колготки смотрятся не так красиво, не так фэшн, как колготки из синтетического материала. И могу сказать, что да, это очень хороший способ утеплиться и позволить своим ногам не замерзнуть. Ну, по крайней мере, еще идет о тех температурах, которые имеют место здесь в Италии. В том, что касается расстегнутой одежды, конечно же, самый простой, легкий и очень, наверное, модный современный способ – это носить тонкий пуховик под свое пальто, либо под дубленку. Тонкий пуховик будет иметь, как правило, такую скользкую ткань, и это позволяет с комфортом надевать поверх еще и верхнюю одежду. Но есть также тонкое шерстяное белье, очень часто оно используется и продается в магазинах все для горных лыж, все для спорта, и там можно найти действительно очень хорошие тонкие-тонкие-тонкие из кашемира, либо из шерсти футболки. Они могут быть черного цвета, могут быть белого цвета. Если мы будем использовать под такую футболку также самую обычную хлопковую майку облегающую, которая не очень нас украшает, но которая очень и очень греет, то это тоже способ согреться. Ну и еще один прием, поделюсь с вами, как человек, который много стоит по три часа иногда на улице и достаточно замерзает при моей нелюбви к холоду, могу сказать, что если вы наденете на ваш слой одежды, то есть получается не на верхнюю одежду, потому что она останется расстегнута, а на слой одежды предыдущей, наденете ремень либо пояс, поверьте мне, это очень и очень утепляет, это делает вот прям такую большую ощутимую разницу. Потому что пояс, по всей видимости, ремень, по всей видимости, не позволяет проникать в воздуху и мы сохраняем свое тепло гораздо лучше. Обратите внимание, я всегда ношу, если надеваю тонкое бесподкладочное пальто и поверх шубу, на шубу надеваю ремень. Во-первых, мне нравится и кажется так красиво, но я также всегда надеваю на пуховик, либо на тонкое бесподкладочное пальто, ремень, либо пояс. Исключительно из соображений сохранения тепла, а не столько из соображений эстетики, если я выхожу на длительные съемки стрит-стайла и если поверх имею не шубу, которую, как правило, я застегиваю, а именно пальто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители, я уже не в первый раз обращаю внимание и показываю вот такой головной убор, это берет с помпоном, берет с помпоном меховым, либо просто с ощутимым крупным помпоном, как носили, наверное, моряки. По крайней мере, у меня такая ассоциация. Могу сказать, что смотрится очень и очень хорошо, прямо-таки добавляет какую-то стилистическую аккордную ноту, какой у меня словесный оборот, аккордную ноту, когда мы надеваем подобный головной убор именно с пальто. Обратите внимание, я встречаю часто, стараюсь всегда заснять, иногда против солнца, поэтому видно только силуэт, но это то, на что я буду акцентировать свое внимание прежде всего в съемке. И, возможно, для вас это будет еще одна идея, как разнообразить свои головные уборы, потому что береты идут многим, береты носат многие, но вот такой меховой помпон, он действительно очень хорошо сочетается прежде всего с пальто. Как я и говорила в прошлом своем видео, шляпы носят совсем, шляпы носят с пуховиком, шляпы носят с пуховиком что мужчины, что женщины, поэтому, если шляпа вам нравится, либо вы хотите, опять же, разнообразить свои головные уборы, то, возможно, шляпа в этом сезоне, и я думаю, что в следующем сезоне, это то, что будет носиться очень часто и сочетаться со всем. Моя хорошая знакомая, которая любезно позирует уже не в первый раз для моих видео, просила передать большой привет Казахстану. Внучка у нее тоже казашка, сама она казашка, и вот таким образом она приветствует страну, из которой она приехала, из которой она родилась. Казахстан 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 Субтитры сделал DimaTorzok